Я встану не под свет. Доброе утро, уважаемые коллеги. Сегодня я хотел бы рассказать об относительно новом проекте, который ведется в Институте системного программирования Российской Академии Наук. Хотел от камеры спрятаться, оказывается. Так вот, сегодня я хотел бы рассказать о проекте, связанном с операционной системой реального времени. Как известно, операционные системы реального времени используются в системах… Так вот, операционная система реального времени используется в системах, в первую очередь предназначенных для управления теми или иными процессами, технологиями, технологическими процессами, устройствами, будь то самолет, поезд, оборудование. Изделия тоже бывают, управляются ими. И, собственно, именно эта область применения накладывает специфические требования, предъявляемые к операционной системе реального времени, которые отличают их от операционных систем общего назначения. Я хотел бы в первую очередь вспомнить, что это специфические требования. Конечно же, первое, что всегда называют относительно операционных систем в реальном времени — это требования детерминизма. То есть в самом различном смысле, но в первую очередь в смысле детерминизма реакции на те или иные события или детерминизма по времени работать в той или иной функциональности. В качестве типового примера рассмотрим латентность планировщика, под которым понимают обычно следующее, что какой-то датчик обнаружил событие, послал прерывание на центральный процессор, операционная система начала его обрабатывать, планировщик должен выбрать, кому из привыкновенных процессов отдать обработку дальше и после этого должен переключить процессор на эту прикладную задачу. Латентностью планировщика, как обычно, называют время, которое проходит между моментом, когда прерывание пришло на процессор и моментом, когда первая инструкция из прикладного процесса начала его обработку. На этом примере посмотрим, что значит требование детерминированности, которое в данном случае означает, что время реакции операционной системы должно быть ограничено сверху. То есть операционная система не имеется в виду, что должна реагировать быстро на это событие. Главное, что она должна работать за фиксированное время, то есть ограниченное сверху. Как там шутят разработчики из этой области, вам real-time или real-fast. То есть real-time это совсем не значит быстро, это значит детерминированно. Ну понятно, что если у вас то же колесо прокололо, вы бы не хотели, что независимо от того, какое тяжеловесное видео у вас работало, или еще какие события происходили в системе, чтобы система управления на это среагировала вовремя. Но если посмотреть на характеристики обычной операционной системы, например, Linux, относительно латентности планировщика, то картина выглядит приблизительно следующим образом. На одном из экспериментов среднее время реакции — это порядка 3 микросекунд, с максимальным временем порядка 20 микросекунд. Но это при полном отсутствии какой-либо нагрузки на операционную систему. Если же добавить нагрузку, и для Linux самое неприятное — это скорее нагрузка ввода-вывода, то картина меняется кардинально. То есть если там среднее время вырастает всего лишь в два раза, то наихудшее время, как вы видите, на два порядка повышается. В основном все укладывается на порядок, хуже становится. Но есть отдельные точки, когда все работает очень долго. Понятное дело, что для операционной системы реального времени это не есть хорошо. Мы, конечно, можем вспомнить, что у нас real-time патч есть для Linux. Если мы посмотрим, как он влияет на результаты этого эксперимента, можем увидеть, что в принципе влияет он достаточно хорошо. То есть без нагрузки real-time патч у нас какой-то синенький и в смысле среднего времени, оранжевенький в смысле максимального времени наихудшего. Соответственно, обычное ядро — это желтое, зеленое. Но мы видим, что в принципе real-time патч в данном случае даже быстрее работает, что совсем от операционных систем реального времени не ожидается. Но самое главное, даже при большой нагрузке время реакции остается ограниченным, по крайней мере, 50 микросекундами. Что говорит о том, что в принципе, если нас такое время реакции устраивает, то для нашей системы мы можем его вполне себе применять. И тут как раз важный момент, который я хотел отметить, что, собственно, даже без real-time патча нельзя сказать, что Linux нельзя применять как систему реального времени. Все зависит от времени реакции, которая вам нужна. То есть если вы управляете какими-нибудь кораблем, и время реакции порядка секунд вас вполне устраивает, то достаточно большой долей уверенности вы можете поставить и просто Linux, и ничего плохого не произойдет. Лишь бы ни-нибудь. Значит, ну как мы видим, с NT тоже в смысле real-time вроде проблем не было, но были другие проблемы. Значит, вопрос, конечно, может возникнуть хорошо. Мы померили на каких-то наших экспериментов в данное время. Как бы аналитически посмотреть, какое время займет на Linux, в общем, не представляется возможным того, что слишком все большое и сложное. А, скажем, если мы заставим работать подольше, насколько у нас эти характеристики сохранятся. Как бы ответы на этот вопрос получить непросто, но есть товарищи из организации ASADL, немецкой некоммерческой конторы Open Source Automation Development Lab, которые целенаправленно этим вопросом задаются. У них есть так называемый Quay Farm, то есть развернутые стенды с различным железом, в котором они непрерывно годами гоняют тесты, проверяющие латентность определенных характеристик. Здесь вы видите плод, который они рисуют с января 2012 года по май 2014 года. То есть там два года их система непрерывно работает, меряется латентность, и, как мы видим, она остается в рамках. Выпадов больших сюда не происходит. Это, кстати, неверно не для всех аппаратных платформ, которые у них есть. То есть у них встречались ситуации, когда ввиду определенных особенностей железа и реализации биоса, выпады как раз периодически происходят. Другое специфическое требование, которое к операционным системам реального времени применяют, это то, что их обычно засовывают в достаточно небольшие по размеру системы. Понятное дело, что чем проще процессор, тем дешевле. Ну и, соответственно, в таких системах нередко встречаются требования, что память весьма ограничена, то есть порядка 1 мегабайта на все про все отводится. Можно сказать, конечно, что это постепенно уходит, но с другой стороны мы видим, что тот же Intel Quark, который недавно был анонсирован для таких вещей, как Internet of Things, он, в общем-то, тоже не балует программиста большим количеством ресурсов. Но если посмотреть, что предлагает здесь Linux, мы можем видеть, что не все так просто. В дефолтной конфигурации для 3.17 порядка 16 мегабайт на x86 получается образ. Если, конечно, все отключить, то получится 1 мегабайт с небольшим. Ну и, к счастью, как всегда, в сообществе работа для исправления ведется. Есть проект по тенификации, уменьшению ядра Linux. Там появился тени конфиг, в котором выкинуто все, что только можно. И там уже к мегабайту приблизились. Но мы все-таки понимаем, что операционной системе нужно, чтобы она все-таки что-то делала, и поэтому не просто загружалась. Поэтому если мы захотим туда что-нибудь добавить, хотя бы поддержку эльфов, поддержку модулей, и у нас начнет капать и накапает дополнительно некоторое количество. Третий момент, на который хотел обратить внимание, это то, что ввиду специфики применения операционных систем реального времени появляются ожидания пользователей относительно сервисов, которые она предоставляет. В нашем случае мы работаем в области авиарники, в первую очередь. И здесь, конечно же, таким сервисом, который ожидается, является поддержка стандарта RIN-653. Это стандарты факта, ну и стандарты Юры, определяющий интерфейс, который должна предоставить операционной системе некую базовую архитектуру ее работы. В смысле интерфейса можно считать, что это аналог POSIX, но другой. И специфика заключается в первую очередь в том, что требуется статическое распределение ресурсов, то есть на самолете не предполагается, что процессы будут запускаться во время полета. На земле уже все посчитано, какие процессы должны работать. Более того, вручную, или с помощью каких-то инструментов, но статически определено расписание. То есть выделен там некий major frame, называемый период работы каждого процессора. И в этом major frame нарезаны кусочки под каждый процесс на земле. И никакой динамики не предполагается. Кроме того, также от операционной системы требуется, чтобы все ресурсы выделялись на этапе инициализации. То есть никакой динамической аллокации ресурсов уже во время работы. Правда, понятно, что если там произошел сбой, вот там Health Monitor его обнаружил и принял решение в соответствии своей конфигурации либо всю систему перегрузить, или перегрузить какой-то раздел, которым они называют процессы, а враги процессами называют потоки. Поэтому с ARINC-ом постоянно путаница происходит. Значит, если, соответственно, происходит перегрузка партиций, то понятное дело, что инициализация там повторяется во время этого. Ну и также важный момент в ARINC-е — это то, что взаимодействие между партициями должно проводиться строго через определенные интерфейсы, через так называемые ARIN-каналы, и ни в коем случае не через определяемую память, которой все может быть нехорошо. Но, конечно же, внутри одного раздела потоки управления существуют, и там можно наворотить много чего. Но идеология ARINC-а в первую очередь предназначена для того, чтобы можно было независимо верифицировать отдельные процессы друг от друга. То есть операционная система в этом смысле должна гарантировать независимость работы процессов, разделов друг от друга, чтобы мы могли сначала верифицировать этот процесс сам по себе, потом добавить какие-то другие процессы на встроенную систему, и не повторять процесс верификации заново из-за того, что там что-то появилось. Ну и, собственно, это в первую очередь как раз таки важно в контексте сертификации. Поскольку если встроенная система работает в области, где последствия сбоев, они критические могут быть, будь то системы управления самолетов или каким-то производством атомной электростанции, то, конечно же, государство за этим бдят и требует проводить сертификацию программного обеспечения таких управляющих систем. В зависимости от отрасли требования разные. В авионике это известный стандарт D178B и сейчас CECAT, который, в общем, был первым достаточно успешно себя проявившим стандартом на разработку софта для встроенных систем. Затем подтянули все остальные отрасли. Атомная энергетика, управление на производстве, даже автомобили в последнее время все-таки поняли, что система управления ABS на safety-critical система. Это произошло буквально два года назад, когда были внедрены регуляторные требования на разработку таких систем. Но то, что нас интересует, это в первую очередь то, что предъявляются требования к тому, как разрабатывается софт и как он верифицируется. И требования к этим процессам определяются тем, насколько критично окажется отказная ситуация, возникшая из-за сбоя в соответствующем программном компоненте. То есть в ходе разработки сертификации систем требуется определить, провести анализ последствий сбоя. И в зависимости от того, сколько критично является этот сбой, будут разные требования к качеству разработки верификации софта проводиться. Про сертификацию я редко слышал, хорошие слова. Понятное дело, это много бумажной работы, всяких документов, которые должны описать требования к каждому компоненту, описать архитектуру вашей системы, провести формальные инспекции, как требований, так и дизайн документов, написать тесты, которые все эти требования проверяют, провести эти тесты и провести анализ, насколько хорошо покрывается исходный код данными тестами после измерения структурного покрытия. В общем, тягомотина еще та, но с другой стороны, как опыт Био-178 показывает, после его внедрения в практику количество падений самолетов в результате софтверных сбоев заметно уменьшилось. Потому что в истории, когда софт все больше и больше начал применяться на борту самолета, количество катастрофических ситуаций из-за проблем софтом начало заметно расти в свое время. И Био-178 ситуацию преломил и исправил. Значит, если посмотрим на Linux, то можно было сказать, что все плохо. Написать кучу документов на сертификацию и все проверифицировать нереалистично. Но я могу продемонстрировать отдельные успехи в этом направлении. В частности, итальянская финмеханика создала Linux на основе GENTU, которому в некотором… Ну, конечно, она там все урезала. То есть там по максимуму все было выкинуто. То есть даже никакой файловой системы, вся работа в памяти, там минимальный набор. Но вот, соответственно, в проекте по некоторому беспилотному самолету она такую сертификацию провела. Но мы можем заметить, что это было на уровень D. Если мы посмотрим, что такое D, ну, как бы D не самая критичная система. В общем, самые слабые требования к ней предназначаются. Помимо финмеханики были другие прецеденты. Собственно, вот Siemens ставил Linux на свои поезда и провел сертификацию на силу уровня 2. Да, конечно, здесь плохо видно. Собственно, управляющая система работала на Vexworks, но она взаимодействовала со системой, которая собирала данные и, в принципе, могла заменять конфигурацию управляющей системы, которая была на Linux. Ну и, собственно, система визуализации тоже была на Linux. И, как бы, вот эту связку они посертифицировали, внедрили в производство. Все прошло вполне успешно, хотя усилий, как они рассказывают, потребовалось немало. Но Siemens в этом направлении стартовал другой проект, дабы упростить свою работу в этом направлении. Это известный носительно Siemens JL House, гипервизор, который ставит как раз в качестве цели упростить построение таких систем, чтобы на многопроцессорных системах можно было часть ядер отдать под Linux с таким богатым пользовательским интерфейсом и другими функциональностями, а там отдельный процессор выделить для работы управляющей системы с специализированной операционной системой или просто контроллером, который что-то делает на этом выделенном ядре без какого-либо взаимодействия неожидаемого с Linux, работающим параллельно. Кроме того, есть еще один интересный проект, который ведется под эгидой Asadl, это название SIL2 Linux MP, и он в первую очередь интересен тем, что это проект сотрудничества разных компаний в стиле open source по подготовке сертификационного пакета на систему на основе Linux. То есть там собрались вокруг Asadl немецкие компании, там BMW, Daimler, там Avdo Hitachi участвуют, еще несколько компаний малоизвестных, там что-то типа кранами занимаются, ставят туда Linux, RT. Вот проект в этом смысле достаточно интересный, он ставит свои задачи подготовить и пройти сертификацию в немецком органе сертификации, который в этом проекте тоже участвует, для некоторой такой системы, демо-системы, то есть это нереальная система, то есть вот эти там safety-приложения, которые работают, они специально для этого проекта под какие-то требования безопасности пишутся. Но главное, что строится полноценный ядро Linux, который работает на многопроцессорной системе с поддержкой файловой системы, там GLEP-C используется, и делается попытка подпроекти сертификацию, написав пакет документов по требованиям сертифицирующего органа, показав, что все в результате должно появиться, получится безопасно, и при этом, что интересно, они апеллируют, показывают, что процесс разработки ядра Linux, как он есть в комьюнити, он вполне соответствует требованиям сертифицирующих органов, то есть что там есть обнаружение ошибок, есть сообщение об этих ошибках, есть понятная реакция на эти ошибки. Насколько это успешно у них получится, мы посмотрим. Проект идет пока чуть больше, чем полгода, мы в нем как темнический партнер соучаствуем, и с интересом наблюдаем, что получится. Но с другой стороны, они сразу, естественно, подключились с сертифицированными органами, из Тула, немецкого, и они смотрят на это вполне оптимистично на текущий момент. Ну и возвращаясь к операционным системам реального времени, встает вопрос Linux или не Linux, можно применять. Я вот тут наткнулся случайно на страничку от Green Hills, которая вставляет операционку Integrity во всякие американские органы всех видов. У них есть целая страничка с бумагой из серии, из пяти статей, которая рассказывает, что Linux для встроенного системы системы правильного никак не годится. Один этот факт, конечно, вводит подозрение, что Linux уже достаточно серьезный конкурент, что они потратили столько усилий, чтобы написать все это. Но, конечно, надо понимать, что ограничения у Linux все же есть. То есть понятно, что если для определенного системы он годится, у него есть достаточно существенные недостатки. в первую очередь связанные с размером кода. И здесь я имею в виду не размер образа, который получается после компиляции, а именно размер кода самого Linux, поскольку, чтобы показать его безопасность, нужно его проверифицировать, показать, что все там хорошо будет во всех непредсказуемых ситуациях. И даже если максимально урезать ядро, все останется слишком большим и слишком сложным. Как показывает практика, конечно, с этим можно бороться и подготовить все, что нужно, и пройти сертификацию, но тут возникает вторая сложность, которая связана с скоростью развития Linux. То есть если у нас 10-11 тысяч коммитов каждые два месяца, то пока вы будете писать документы, у вас уже там будет 100 тысяч коммитов, ну и как бы со всеми вытекающими отсюда последствиями, то есть к следующей системе вам придется вкладываться заново. То есть чего-то вы, конечно, переиспользуете, но не очень много. Ну и, конечно, не менее важная проблема, которую я здесь третья обозначила, то, что развитие Linux идет, конечно же, без учета требований вот такого рода систем. В первую очередь производительность, и вторую очередь производительность, то есть никто, конечно, не даст принять архитектурное решение, которое будет в пользу безопасности, если пострадает производительность. Поэтому можно сделать вывод, что вовсе или не Linux, оно имеет право на жизнь и может быть рассмотрено. Здесь как раз с другой стороны, если посмотреть на то, как применяется операционная система у реального времени, можно, в принципе, оценить, что для нее применение количества поддерживаемой аппаратуры может быть достаточно ограниченным, особенно если там идет речь о вполне конкретной области с конкретными поставщиками, которые там работают. В общем, количество приложений тоже весьма ограничено, и как следствие те усилия, которые можно оценить, надо потратить на разработку этой операционки, они, в общем-то, не заоблачны, в отличие от того, что разработать Linux с нуля или там Windows с нуля. Ну и как показывает отечественная практика, этот тезис, он, в общем, подтверждается. То есть мы вот, я собрал на слайде известные мне работы последнего времени по операционкам, которые у нас в стране велись. Самое там зрелое, конечно, это у вас там две тысячи, три тысячи, четыре тысячи уже от НИИСИРАН, который там на боевом дежурстве с 2000 года и там развивается, сопровождается, но единственное ограничение, что оно поддерживает Arring, 53, но работает только на МИПСах, которые, собственно, НИИСИ и производит. Работает, да. У них были ноутбуки, которые они ставили и продолжают ставить. ОС-2000, правда, только. Хотя сейчас ОС-3000 тоже портировали. То есть мы с 2005 года с НИИСИ сотрудничаем, проводя верификацию их системы, за всем этим процессом следим. И, конечно, их работа наиболее зрелая в этой области, наибольший опыт у них получен. Кроме того, в последнее время появился целый пакет новых проектов. В Питере электроавтоматика сделала свою операционку, Раменска сделала свою операционку, отталкиваясь от Миникса. Значит, МОС-ОП это, в общем-то, те же самые раменские товарищи, они просто слегка переместились между компаниями внутри Крета, нонче представляют авиавтоматику Курскую. И, ну, правда, они вот здесь уже все переписали. Хотя опыт ЛМК использовали. Есть там Ланит, Тирком, Питерский университет, который развивает имбокс. Но в данном плане он существенно отличается тем, что он, конечно, не поддерживает аринг и не построен по этой архитектуре, в отличие от всех остальных. Соответственно, для авианики напрямую применяться вряд ли сможет. Ну и, собственно, вот предпоследний, есть операционка Касперска, по которой я мало чего знаю, но она как-то развивается. Вроде как. И есть проект, о котором, собственно, я сегодня хотел рассказать. Это проект ПОК, который стартовал как аспиранский проект Джульена Диланжа из французского университета Парис-Теч, достаточно неплохого. В общем, это там основная разработка велась в 2007-2009 году. Потом, после окончания, Диланж перешел в ИСА, Европейское космическое агентство. Там пару, тройку лет какая-то активность вокруг шла, но потом более-менее было все заброшено. В то же время важной особенностью этого проекта является то, что это единственная свободная RNG-653, совместимая операционная система реального времени. Никаких других мы не видели. Она под лицензией BSD распространялась. Но, понятно, как аспирантский проект. Из этого статуса все вытекающие они присутствуют. Были, мне известно, по крайней мере, две попытки перенести поковскую реализацию RNG-а поверх более зрелых операционных реального времени опенсорсных типа того же Артемса. Но обе были неуспешные, с ничем хорошим не закончились. Джульен рассказывал, что к нему какие-то китайцы писали какие-то вопросы, ничего не говоря другого. Но достоверной информации чего-то там происходило у нас нет. В общем, с Джульеном мы по его текущим активностям пересекаемся два-три раза в год. Он рассказывает чего там и как. В общем, он свою операционку забросил. А мы, работая в области авионики, конечно, хотели иметь RNG-653 операционную систему хотя бы для демонстрации. То есть у нас там разрабатывают инструменты проектирования комплекса бортового оборудования для гражданских судов. И хотя бы для того, чтобы демонстрировать, как это все работает, хотелось бы хотя бы в QEM такую операционку уметь запускать. Поэтому где-то пару лет назад мы все-таки решили на ПОК посмотреть внимательнее. Благо, у нас есть чем посмотреть. То есть с RNG-653 мы там же лет 10 скоро как работаем. В первую очередь в плане верификации у нас есть тестовый пакет, проверяющий совместимость с этим стандартом. Собственно, все операционки, которые я выше упоминал, они через нас проходили. Ну и, соответственно, мы применили это все к тому же ПОКу. Мы, естественно, проследились, чтобы видели, что со стандартом на многих местах как бы все далеко не соответствует. Но при этом все-таки надо сказать, что код был написан достаточно аккуратно. И можно сказать, что его переиспользовать имеет смысл, нежели чем все выкинуть и написать заново. Чем мы занялись? Сначала в качестве студента своего, его я на диплом посадил на эту тему с целью, чтобы построить демонстратор для нашей системы проектирования авианики. И мы там психонечку привели в соответствие стандарту, выкинули поддержку Ады, чтобы не мешалось. Там какой-то простенький драйвер для виртуализации, в смысле, для работы в сети в КОЭМу сделали. Лисенцию заодно поменяли. В общем, порядка 100 коммитов у нас это потребовало. И в результате в КОЭМу на x86 вполне себе заработало. И там демонстратор соответствующий мы себе построили. Тут надо сказать, что там начали происходить всякие события, связанные с санкциями. И в частности тот же VXWorks свой VXWorks 653 в общем-то прикрыл в буквальном смысле. То есть тех, у кого были контракты на его использование тоже остались в весьма подвешенном состоянии. Ну и как бы начала бурлить мысль, что все-таки надо иметь операционку ARIN 653 совместимую, в которой можно там ставить на серионные системы, но и в первую очередь на системы, которые требуют верификации. То есть тут важно сказать, что все операционные системы, которые там выше упоминались, они присутствуют и работают, но для того, чтобы довести до сертификации, потому что до 178, ну нужно еще в 10 раз больше, чем усилий, чем было на них потрачено. Да, вторые 90 процентов. Шай, наверное. Ну и поскольку как бы нам эта тема интересна, мы верификацией много занимаемся. С одной стороны, с другой стороны, как бы чужой код верифицировать и сертифицировать это просто нереально, поэтому мы решили провести активность, начать активность в этом направлении на основе пока, благоопыт получили, но и на текущий момент как бы более серьезно начали работать с ним, то есть там выделили команду, которая этим занимается целенаправленно, начали с того, что портировали его на PowerPC, на определенный крайне мере процессор. На текущий момент он запускается, работает, но никаких устройств, кроме консоли, не поддерживает, поэтому сам по себе мало полезен, но тем не менее процесс идет, уже коммитов на текущий момент состояние вчера 280. Если посмотреть на размер на ядро и на пользовательскую библиотеку, реализующую Arring Interface, можно видеть, что основная работа у нас идет в первую очередь в ядре, и как бы с 8000 строк в полтора раза ядро увеличили за это время, в юзерспейсе изменений гораздо меньше в этом плане идет. Тем не менее процесс у нас с одной стороны на начальной стадии, с другой стороны уже весьма существенный. И планы, естественно, грандиозные, как обычно, то есть в самых разных направлениях в поддержке того, что в юзерспейсе может проходить, там и POSIX интерфейсы планируем реализовать и какие-то части из операционального Arring, то что Arring 653 часть вторая. Ну и как бы все-таки сделать полезную систему, не просто загружающуюся на целевой платформе. Вот там GDB сервер практически уже заработал. Ну и, конечно же, мега цель, которая перед нами стоит, это подготовить сертификационный пакет документов с требованиями, которые описывают всю систему дизайн документов, описывающими ее внутренности, тестами, которые это все покрывают. Это, конечно, задача весьма и весьма немаленькая, но у нас уже появились партнеры, которые в этом заинтересованы. Поэтому мы считаем, что перспектива в этом направлении у нас есть. Тут, конечно, есть нюанс, что если у нас будет софинансирование, это будет не просто инициативный проект института, то результаты уже не все будут open source, скорее всего. Но мы, по крайней мере, и понятно, что сертификационный пакет, он в данном случае вряд ли будет опубликован в open source под доступной лицензией. Хотя мы за всех сил пытаемся построить работу так, чтобы принципы совместной работы использовались. По крайней мере, среди всех российских производителей соответствующих систем доступность была обеспечена при необходимости, особенно если там государственное финансирование будет привлечено, то тем более это хотелось достичь. Сам код, я надеюсь, по максимуму будет оставаться доступным. То состояние, в котором сейчас оно находится, вы можете найти на нашем сайте нашего проекта по данному адресу и посмотреть, если вам интересно, что на данный момент себя эта операционка представляет. На этом я хотел бы закончить свое выступление. Спасибо большое. Вопросы? У меня сразу такой вопрос. Вы вроде Российской академии наук, НИСИ, Российская академия наук, НИСИ делает ОС-3000, ОС-2000, вы делаете ее копию или со свободной лицензией, хотя у них тоже непонятная лицензия. Как вы это соотносите? Значит, вопрос совершенно верный. Нас он тоже беспокоит. Ситуация такая, что НИСИ не обладает полнотой собственности этой операционки, она не может принимать никаких решений. Формально собственником является Министерство обороны. Если пытаться этот вопрос разрешить, то вполне нам понятно, что это займет год, два и далее неизвестно сколько, чтобы получить понимание, чего с имеющимся кодом можно будет делать. С разработчиками НИСИ у нас отличные контакты. Мы собственно с ними разрабатываем тесты, систему тестирования, контракт с ними на эту тему раз в две недели мы с ними встречаемся, и как бы с разработчиками все понятно. а вот собственностью только гораздо сложнее. Это во многих местах всплывает, всплывают такие проблемы, а тут модели мы с вами смогут по сути дела контракт с Министерством приходит к тому, что по сути дела результаты работы нельзя построить, потому они нарушают свободные цены. Наша идея, что мы два года ждать по крайней мере юридических вопросов не готовы, мы хотим нарабатывать опыт и инструменты. Или же гражданская система со свободным или если вы сунетесь туда, то вас просто купят с корнями и вы не должны с той же этой пьетностью не опыт пить, так что они команды правда любят, когда понедельная, которая тебя лоджик поддерживала к себе. Что делать? Второй вопрос. Советно? Можно еще один вопрос? По техническим параметрам, если сравнивать ОС 3000 и ваша операционная система, как они на вас сотрудятся? На текущий момент, конечно же, у ОС 3000 гораздо более зрелая система, и я на этом не акцентрировал внимание, но, понятное дело, что для использования операционки нужно не только игрок, а что-то обработал, но и куча инструментов, которые есть вокруг. У ОС 3000, опыт на Коблин огромный за это время, и все у них в достаточно неплохом состоянии находится. У нас, соответственно, в этом плане, мы только в начале пути, но самое главное, самое для нас интересное, это понятие научиться готовить и юрифицировать гидрооперационные системы в соответствии с требованиями до 178, чтобы этот опыт можно было распространять в дальнейшем. Значит, и на текущий момент мы смотрим будущее достаточно открыто. То есть мы, с одной стороны, будем работать на этом ходе, который у нас есть, но у нас нет желания за него цепляться до последней. Какую первую применение своей операционной системы вы видите? Ну, собственно, в первую очередь, за юриника, и в первую очередь, гражданская юриника. Военные юрики там уже запасные, финалые просто. Да, да. Но вот как раз в плане гражданской юрики, там была, с два ставкой сделаны на Майтсворкс 653, он там везде ставился, на Суперджете там талисская операционка. Да, и ОС есть такой, через Игрик который. Новая таща его есть, и Минкс, да, ОС, правильно, и даже Интегрити, и Байкос, такой теперь я, правда, тоже талискупил. Это все есть, но на гражданской платформе, с одной стороны, то, что на то, на что делали ставку сейчас, оно, в общем, понятное дело, перспективу теряет, с одной стороны. С другой стороны, существующие наработки, там, в военной области применяющиеся, они за простые телодвижения, да, тоже попасть не могут, потому что существованный пакет, который требуется, он существенный. Еще один вопрос, конечно, не помню. Сейчас там в советское время. Значит, вот, имейте в виду, значит, по следующим докладам у вас не больше одного вопроса. Хорошо, договорились. А что вообще? Там в советское время, вот, все военные предприятия имели гражданские специализации. Если я делал какую-то операционку, у меня был гражданский вариант, но уже операционки. Василий, так сейчас нет? Ну, как вам сказать, операционку можно назвать гражданской, пожалуйста, ставьте. Но если вам нужно подготовить сервисованный пакет, который стоит 20 раз на роду, чем, собственно, год написать этой операционки, то без реального заказчика, реальной перспективы вы вряд ли это сделаете? Ну, я знаю, что у вас 2 тысячи, где-то порядка 30 тысяч рублей. Так, все, это уже разговор куламный, тем более, что если я сейчас буду комментировать то, что вы говорите, то это еще один вопрос, потому что вы некорректны. Так, еще вопросы, пожалуйста. Еще вопросы. Нет вопросов больше? Вы не рассматриваете, возможно, портирование на так называемые отечественные процессоры? Собственно, отечественные процессоры — это в первую очередь MIPS. У нас тут даже, ну, то есть их делают в разных местах. Это вот НИСИ, в Зеленограде, и вот Байкал, который делал ARM, а получился почему-то MIPS. Не, ну, ты сам, ARM они сейчас все-таки делают, поэтому ARM 64 тоже будет. Но, правда, неудивительно, что они кучу народа сманили как раз тех, кто раньше MIPS разрабатывал в разных местах, а в том же НИСИ. Кстати, почему-то, как девелопмент-борд, по крайней мере, Байкала на MIPS, они пристребуют, чтобы не распространялось на Кубу, и далее по списку из соответствующих постановлений Госдепа. Это вполне естественно. Что касается не MIPS, то, собственно, вот у нас там ARM и MCST. Эльбрус. С Эльбрусом, да. Но с Эльбрусом все тяжко, с одной стороны, потому что как бы только разработчики Эльбруса могут писать операционку для Эльбруса, как показывает. Да, Linux работает, но ядро делает именно команда из Эльбруса. Давайте в куларах опять это. Потому что на самом деле с Эльбрусом ровно те проблемы, про которые Алексей говорил для военного софта. Последнее замечание. Будем надеяться, что они скоро пройдут. Собственно, вот в гражданской авианики все-таки стандарт де-факто в плане процессоров это PowerPC, то есть практически все летают на PowerPC, а здесь с отечественным как-то не особо, хотя вот есть известный там компания. Ну понятно, спасибо. Один, да. А? Нет. И осень, это там все Талис. И Талисское железо, и Талисское софт, хотя вот прикладной софт товарищи СКБ Сухого писали на субподряде у Талиса и проходили сертификацию. Спасибо. Еще есть вопросы? Алексей, большое спасибо. Очень интересный доклад. Я, по крайней мере, с очень большим удовольствием и интересом.